Девушки отдыхают 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 Да, да, конечно. Сейчас, секунду, я еще так не зашла. Давайте я смотрю. Да, лучше, чтобы не звучало. Ну, где не звучало, во-первых? Ну, это будет вложено в публичном доступе. 52, 56. Значит, мы должны сохранять ваши индивидуальные данные. На каком основании вы в публичном доступе будете размещать вот это видео? Я не давала согласия на съемку. Я не отказываюсь от всей информации, от всей информации. Татьяна Юрьевна, готова предоставить всю информацию в полном объеме. Я в руки вам... Вы пришли здесь варить... Я не прошу, а видите, вы начали уже говорить право. Все, удовлетворено. Так, льготы были. Нету. Оплата 32 гривны. Начисление по нормативам. По нормативам. Что такое оплата 32 гривны? Два зарегистрированных человека. Все совершенно... И будет начисление по нормативам на два человека. Давай. Без субсидий. Что такое 32 гривны оплата? Значит, смотрите. Вам платится по показникам лечебника холодной воды. Вы вроде как являетесь выполнением послуг. Мы не выполнением. Значит, ваш лечебник. Можно я информацию из вашего счета скажу? Ваш лечебник. Это не будет личный ваш лечебник? Не будет. С 1 сентября 2003 года у вас идут расчеты по лечебнику. Шли. Какого года просветить? 2003 года. Последняя проверка у вас была в 2011 году. Я возражаю. Следующая должна была быть в 2014 году. Какого числа по сети? Числа? Вы не знаете. А число тут не нужно. В течение месяца. Выросли в 2000. Не буду я открывать сейчас лишней информации. Значит, у вас есть расстояние нашего счетчика. У вас есть расстояние нашего счетчика. В 2011 года он не поверен. Сейчас у нас в 2018. Значит, получается, с 2011 по выросли в 2017 неповеренный счетчик у вас 6 лет. Хорошо. За этим вопросом мы чуть позже разберемся. Цифры. Смотри. Иногда принимают показатели шевчика без проверки. Так. Они принимали? Принимают до сих пор. Пользуюсь я горячей водой или не пользуюсь. Фактически это не перечень. В разных периодах, опять-таки, система учета у них была разная. Я вам еще раз говорю. По сегодняшний день теплое Полтава теплое не хочет мельчить. Они сейчас принимают. Да. Они вас передавляют. Они в теснике. Можно я вас тоже проинформирую? Эти списочки, они в течение почти года давали сторонние организации и нам выгружали списки, чтобы мы проводили поверку. И фирма «Эталон», которая и сейчас проводит поверку, мы делали это бесплатно в течение года. «Эталон» делал за деньги теплоэнергией и водоканалов в течение года. Сейчас это вывели из тарифа на воду. Все, я могу говорить. Теперь давайте найдем свадьбу. Давайте ссылаться на действующее законодательство Украины на сегодняшний день. То, что вы говорите о поверке, вы рассказываете правильно. Давайте начнем процедуру поверки счетчиков. Как это происходит? Вы не можете рассказать? Конечно. Начинайте. На сайте вы можете сделать заявку водоканала, по телефону, четыре мобильных телефона, номера и четырех. Послушайте теперь, пожалуйста. Вы должны были... Я уточняю. Я обяз, должен был вам звонить. Вы должны сделать заявку на удобное вам время. Или, или, когда идет наш контролер, снимает с учета. Если у него есть доступ, он получает списки по подъезду, по дому. Если ему дают доступ, он входит, проводит распродировку. Сейчас наши потребители могут распичь, сами демонтаж, монтаж проводить. Мы только распромбируем, пломбируем. Мы можем в полном объеме это сделать. Как вам будет удобно. Но для этого нужно согласовать с вами время. Контактные данные ваши какие-то должны быть. Как согласовать? Как с вами время согласовать? Да. Расскажите мне, пожалуйста. Как должна проходить процедура согласования даты и времени по поверке счетчиков? Плата периодическая. Если есть у нас обратная связь с потребителем на сайте, имейн или телефон, или просто есть телефон, мы прозваниваем, мы носим уведомления непосредственно. Тот, кто занимается поверкой. Есть в этих попереджениях про настаня термин поверка. Давайте мы сейчас спорить. Вы спорить не будем. Вы поговорили. Давайте сейчас я вам расскажу, опираюсь, просто на нормативно-техническую документацию, действующую на территории Украины в нашем государстве. И дальше мы будем о чем-то далее говорить. Если бы мы этого не соблюдали... Подождите. Вы мне не даете говорить. А что у вас будет формироваться? Я это все в курсе. Теперь смотрите. Конституция Украины распространяется на вашу организацию в полном объеме. Естественно. Отлично. Все законные и подзаконные акты, это все мы соблюдаем. Статья, юрист, 117 Конституции Украины, что нам говорит? Ну, я бы номерами. Посмотрите, статя 117 действующей Конституции Украины говорит нам о том, что постанова Кабмина и обвязкована до выполнения. Верно? Яку постанову мы не выполнили, а я буду постанову... И я, как вы это видите, если вы не хотите. Дайте я договорю. Постанова Кабмина номер 630, которая регулирует наши с вами взаимоотношения в поставке в вами холодной воды и воды в этой дне. Не горячей. Вы горячей воде не имеете ни малейшего отношения. 630. Самую старую редакцию я не брал. Я беру предыдущую, действующую еще на сегодняшний день. Мы легко открываем. Читаем. По поводу порядка облика то оплаты по услугу. Пункт 9. Периодичная поверка, обслуговывание, ремонт в дужках, в том числе и демонтаж, транспортывание, монтаж квартирных засобей облику, проводится за рахунок выкуна. Каким чином вам провести за свой рахунок? Подождите. Подождите, я не договорил, не перебивайте. Я вас внимательно слушал. Далее. Опять же, наша с вами деятельность по поводу счетчиков регламентируется каким законом? Про метрологию и метрологическую деятельность. Верно? Ну, вы мне ригбез не пройдите. Вот, подождите, подождите. Вы сейчас, чего хотите, на камеру рассказать мне законы, я их знаю. Я хочу, чтобы вы выполнили законодательство. Хорошо. И то, что вы рассказываете, что к вам кто-то должен звонить, о чем-то договариваться, либо вы. Вам не просто звонят, к вам ходят. К нам не приходит никто. Секундочку, подождите. Ну, подождите. Да, я договорю на норматив. Подождите, можно. У нас есть акт введения в эксплуатацию лечебника. Есть. Значит, наше предприятие информирует споживача в акте про опломбирование. Вы слушайте меня, вы слушайте, дайте я договорю, я багато не буду. Смотрите, акт опломбирования лечебника. В этом акте опломбирования вы подписывайтесь. Там есть такая строчка. Наступная поведка, мы вас уже заздалегідь при прийняте в эксплуатацию, мы уже заздалегідь вас попереджаем. Я не вас попереджаю, когда вы будете приходить, смотрите, закон Украины, про метрологичную бияльность, никто не приходит. Ну, сейчас уже, может, не приходит. Закон Украины, про метрологию, метрологичную бияльность, а также закон Украины. Где он тут у нас? По этому самому. Подождите. Я думаю, что Жуна Михайловна вырешла нашу проблему. Давайте на вас поговорим. Подождите. Законы нас отсылают на постанову прямым текстом. Кабмина номер 474. Должна быть вот такая бумага, поведомлення. Ни одного поведомлення никто никогда нам не присылал. Простите, это ваши имена. Я ни разу, я не договорил. Ни разу я никогда не препятствовал. Приходу для демонтажа счетчиков. Почему никто не обращался с гидно установленных законодавчиков. А вы звертались эту... Я не обязан. А кто нас тут наповедал? Я не обязан. Вот, вам расписали это с 1 января 2016 года. Подождите. До 1 января 2016 года этой процедуры не существовало вообще. Вообще, вообще не существовало такой процедуры. В сентябре месяце. Такой процедуры не существовало вообще. Согласно Конституции Украины, меня никто не имеет права обязать делать то, что не прописано в законе. Я думаю, что я бы там... Давайте сделаем так. Да, поступим как? Поступила Полтава Теплоэнерго. К их чести. Да, у них там много проблем. Мы там с ними по-своему разбираемся. В данный момент я вам предлагаю... Вот это то, что вы считаете норму принять показники лечильника, как они есть по факту. Если у вас есть сомнения, либо что-то еще, вы поведомляете поведомлением установленного возрастка, мы согласовываем дату, время. Приходите, снимайте, поверяйте, делайте, что хотите. При этом... При этом, секундочку. 474, она в единственной редакции была. Никаких редакций не было. У вас, насколько я понимаю, лаборатория... Ну, ее... Простите, я простым языком скажу. Убрали в никуда. С каким-то там ФОПом у вас, эталон, я не знаю, как оно называется, мне это неинтересно. У меня с ними никаких договорных обязательств. Подождите, подождите. С каким-то ФОПом я не хочу... Вы креете лернуки, вы какие-то свои выносите вердикты, вы их совсем... Я еще ничего не вынес, вердикты выносит в суд. Приходят ваши сотрудники, поверяют, снимают счетчик для проверки, ставят, как пишет в постановок обмена номер 474, обменный счетчик. Если мой счетчик непридатный, как засек вымеривальной техники, ну, дальше мы это еще обсудим в ЦСМ и так далее, там по инстанции, согласно законодательству, вы насчитаете какую-то норму за определенный период. Но не там с какого-то самого начала. При этом я вам обменяю... Нет, я так подозреваю, вы считаете с 15-го, 16-го года и БОН? Нет. Или с 14-го? Октября месяца, тогда когда? С 14-го. Мы же вас не перевели на Нонгушу, вот сегодня закончилось, но я не знаю на... Подождите, смотрите, я вам обещаю, вы перевели в 15-м, после того, если они позже, могли. Я сюда приходил, общался с гражданкой Лысенко, АЕ, которая присылала письмо ШАКС. Была беседа, про мальчик, по фамилии Украшенко, если я не ошибаюсь. И спрашивали моменты, сэкдога... Вот, поэтому, поэтому... Тогда все вопросы отпали. Ну, это было приклето, чем примет этих ребят. Вы знаете, я же уважаю, что... Я говорю, я вам сейчас предлагаю, предлагаю... Я вам предложила, я вам предложила. Я вам предложила, я вам предложила. Если лечебник ваш предактный, мы его включаем. Я за выставящий доступ, с видом вот этого документа. Что значит... Подождите, мы будем жить по понятию или по закону? Подождите, секунду. Забеспечьте. Пожалуйста. Так, мы должны теперь... Вы хотите, спасибо. Выполнить норму закона, вы обязаны. А вы обязаны обеспечить доступ. После согласования с видом нормы закона. К счетчику и к точкам разбора воды. Пожалуйста. Давайте согласовывать. Будьте рады, Оксана Викторовна. Значит, за узгодженную форму. Вы можете сейчас у нас взять... Подождите, секундочку. Что мы делаем с этими цифрами? У нас остается норма или показать лечебность? Мы же сказали. Мы. Вы, если вы не придатны для подальше их складации, значит, тогда мы будем чётко перераговать. Сейчас вы уверены, что счетчик... И мы не уверены. Не уверены. Я уверен. А вы говорите, что... А я уверен. Дальше. Когда вот эти цифры норму обязаны убрать, вы ее поставите... Норму вы поставите после вызначения. Ни с моей вины счетчик не поверят. Хорошо. То есть цифра указана... Наконец-то в правном устале. Секундочку. Рожданка Жихарева, там в этих цифрах 3673 гривны 5 копеек. То есть вы будете все-таки в суд подавать? Нет, ну почему в суд? Тут написано до 13 марта. До 13 марта. Я вам предложила, что в данный момент я расцениваю, имею право расценивать ваши действия, как погрозы, сдырництво и мошенничество. Ну вы ж... Мне вызвать полицию сейчас. Полицию? Да. Вы не хотите поверять ваш счетчику? Я хочу поверить. А полицию в связи с чем? В связи с чем? В том, что я имею право вас подозревать, что ваши действия незаконные. Начинал законоданство. В части чего? В части чего наши действия незаконны? В том, что у вас не- crust 구�ge, мы не можем, по-другому не поверить. С чьей он не поверен? Я думаю, что взаимно наша вина с вами. Я не обязан за вами гоняться. Мы, как писали. Мы вас не обязаны догонять. Вы писали. Мы не обязаны вас догонять. Вы писали. Я не обязан с вами гоняться. Вы писали. Вы вас уведомляли. Вы должны выполнить свою работу, дайте нам возможность выполнить нашу работу, дайте нам возможность, дайте нам доступ к точкам разбора, выполните норму закона, за что вы получаете деньги, мы будем жить по понятиям или по закону Украины? Вам сегодня поверить счетчик? Вот как выполнить? Вы согласны выполнить? Дайте доступ, чтобы вы выполнили. Это ваш счетчик, это ваша квартира. Мы будем действовать в рамках действующего законодательства. Вы меня слышите, что вы сегодня поехали и сняли ваш счетчик на поверку. Я не отказываюсь снимать счетчик на поверку. Я от вас просто требую выполнить. Вот вы уже к нам обратились. Почему это не было сделано ранее? А вы к нам как-нибудь обращались? Обращался, обращался. Мы вам писали трижды. Я еще раз. Я еще раз. У вас интернета так подозреваю есть. Мы вам. Еще раз. В феврале месяце. У вас интернет есть. У вас интернет есть. Писали уже в предписании. Хорошо. Не вызывайте полицию. А мне? Вызывайте полицию. Вызывайте. Вы же люди. Вы прекрасно знаете, что. Да. Я прекрасно знаю, я хочу, чтобы вы выполнили норму закона, за что вы получаете деньги. Я хочу, чтобы вы выполнили это в рамках действующего законодательства. Я обращался к 15 году. А сами не выполняете этого законодательства? Что я не понимаю? Когда вы обращались? Для чего вы обращались? Еще с 15 года. Откройте сейчас интернет. Ресурс YouTube. Есть прекрасный ролик моего общения. Я так понимаю, что вам просто нравится. Мне не нравится. Вы даем блогер. Вы даем в тумбе. Я не блогер. Я обычный человек. Который сейчас теряет свое время, которое тоже стоит день. А я вам предлагаю все время, не нашего, не нашего. Я предлагаю прямо сегодня, сейчас. Вы же прошли с программой. Вы волники. Вы прошли с программой. Хорошо. Хорошо. Вы нам дали меня. Сгидно чинового законодательства я надам вам доступ. Вы хотите в письменном виде по почте получить? Совершенно. Так как пишет постанова Кабмина номер 474. Да. И, соответственно, Закон Украины по метровой и автоматологической деятельности. Ну, а не под який способ. Только листок. Еще раз. Порядок подачи. Порядок подачи прописан в норме сохранения. Что хорошо. Написано. Цей порядок визначает процедуру поддания засобов, вымиривание техники и так далее. На периодичную поверку обслуживание и ремонт. Для этого порядок поширяется на субъектов господарювания. То есть на вас. Поддание засобов, вымиривание техники на вымогу. Поддание засобов, вымиривание техники, то есть простым языком лечильника, або протягом трех рабочих дней в дня отримания відомостей про необходимость его ремонта, информирует процес споживача шляхом надсилания поведомления за формою згідно с додатком 1 рекомендованным листом с поведомлением про вручение, або в инший способ, что подтверждено отримание его споживачем. Пишите сейчас мне поведомление, поведомление с додатком, либо рекомендованным, либо принесли, я расписался. Сейчас сегодня мы с вами встретились. Мы сейчас вам даем поведомление под вашу подпись, мы вас заведомляем. Вы нам назначаете дату, когда мы сможем провести работу, которая предусмотрена за данным подписом. Мы будем согласовывать. А, мы только будем согласовывать. А как тут же так написано? Как мы все усложняем? Мы не усложняем, мы выполняем действующее законодательство Украины. Не планируйте мне. Скажите, чтобы распечатали поведомление, мы сейчас его заполним. Заполняем. Прямо сейчас под подпись очень. А, конечно. Видите, я выполнил за вас вашу работу. Нет, мы вас, как раз так, как там написано, в инший способ. Выконали. В инший способ. В инший способ, кто участвует. Раконка будет в вас в 2000. Это вы контролируете. Вы не вручали поведомление. Не вручали поведомление. Нет, почтовый участок. Посмотрите, мы вам вручали поведомление, попереджение. До момента, когда мы вас перевели на норму. Вот мы вас перевели в 1-жет. 16-го. А сalaureottle периода, когда должна происходить поведение, до момента, когда мы перевели вас на норму. Я вам присылал письмо домой, напомнить, что вы мне должны денег, и вы обязались мне их отдать. Я лично вам ничего не доложу. То же самое. Но вы тоже следите за теми. Никто ничего не получает. Я вам еще раз говорю. Даня, секундочку, нет. Поведомнение будет, цифры, цифры, которые вы норму сюда вписываете. Мы ее снимем, начислим вам показания. Нет, вы ее сейчас должны снять и принимать показники. Вы уверены, что человек не кредитный? А вы же не хотели его поверять. Я не хотела, я хотела. А вы не могли учить его? Я хотела еще раз говорю. Вы тоже написано, что лечебники, которые не прошли поверку, не допускаются до разраконки. Почему? По чьей вине, опять же, в том же законе. По чьей вине, он сказал, подождите, вину в нашем государстве. Вину в нашем государстве, вы изначально суд. Вы уже были попереджены. Нужно было прийти и просто поверить установленному. А как просто, это ваше жилище, это ваш счетчик, это ваши семьи внутренние. Я еще раз говорю. Если вы пришли, вы нас не пустили. Кто ко мне приходил? Контролеры, какие насилие, уведомления. Когда? Машины зафиксованы, около 21.02, 9.02, 28.03, 2017 года. Кто приходил конкретно? Звонили в двери, им открывали, их не пустили. Ну, я думаю, что вы... Для того, чтобы вы зайдете в подъезд, минуточку. Я же скажу. Для того, чтобы вы зайдете в подъезд. Больше того, я посмотрела, у вас городской телефон. На городские телефоны в течение полугода шел дозвон. Поверьте, счетчик. Я обязан отвечать на городскую телефон. Это напоминание о том, что мы хотим выполнить часть своей работы. Вы знаете, что существуют вопросы открытого типа и закрытого типа. Закрытый вопрос требует ответа либо да, либо нет. Я вам задаю закрытый вопрос. Я обязан отвечать на звонки по городскому телефону. Это ваше право. Я не спрашивал о моем праве. Давайте не надо меня изобинировать. Давайте. Не надо. Не сердитесь. Понимаете, как? Мне надо долить. Сейчас вы хотите сделать. Это закрытый или открытый вопрос? Ну, предыдущий гражданин писал в департамент захисту экономики. Когда мы вот так разбирали, что я ему предлагал 200 гривен. Навещу в ЦГУР. Это при чем тут предыдущий? Навещу в ЗАГУР. Сама причина моего появления из-за этого, понимаете? Перед этим его обвиняли в том, что он давал взятку. Ну, мы не отвечаем за дии по поводу него. Не, ну вот поэтому я здесь, понимаете? Вы должны понимать со всеми. Это был представитель этой организации, представителем, коей являетесь вы. Ну, правильно, но тут тысячу человек. То есть человек просил день, да? Я хочу решить сейчас этот вопрос. Вам нужно провести поверку. Мы проведем поверку. Проводи. Уведомления по форме. Хорошо. Следующий вопрос. Перерасчет задолженности. Это перерасчет задолженности после поверки счетчика. Бит вызнанный кредатным. Мы сработали перерахунок, врахували его показники. За 10 период мы делаем перерасчет в раково не показники. Следующий момент. Дату времени вы будете давать. Ну, это понятно. Нет, вы будете мне предлагать. Вы будете нам... Смотрите. А вы нам самым поведомлены. Смотрите. Как вы пишете вопрос ему за обеспечит. Дата, месяц, год. Почему вам ничего не написано? Допуск представника. Это просто образец. Ну, вы нам укажете, какие же вас... То есть вы просите, просите. Мы повод же ему. А вы просили вас в поведомлениях, да? Не, 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 вы... Ну, тогда... Просите, он, вон, там дядя идет по улице. Я его попрошу яму выкопать. Так вы же не перерасчет. Я не перерасчет. Укажите нам, Даша, когда вам, в основном для вас, время. Мы придем. Ваш сотрудник. Наш сотрудник. У нас во всех поведомлениях просим его. В воскресенье 23.55 вас устроит. Рабочий день нас устроит. Рабочий день? У нас тоже рабочий день. Это раз. Диечий КЗТП, на который ссылался Дорикка, товарищ, мы с ним этот вопрос обсуждали, когда вы говорили, в субботу днем, он ссылался на 40-часовую рабочую неделю. А если вы... А это не законодательство? Нет, есть законодательство. Но в том же КЗТП, где есть производственная необходимость. Вы можете вывести приказом человека на работу, заплатив ему двойне, либо предоставив подгонку на одинаковое время. Это ваше право. А мы успеваем. Это ваше право. А зачем предприятию платить двойной оклад? Хорошо, кто конверсирует? Мне, у нас же тот же самый деючий КЗТП, не регламентирует сохранение заработной платы. Только я вижу, кто же человек в семье, прописанный, зарегистрированный. Работает, работает, работает. Работает. Что мы будем делать с зарплатой? Согласно той же Конституцией, которая является... Я не знаю, Дональд, я знаете, что пропоную? Напишите официйное заявление. Ну, вы поднимаете зараз такие... Нет, я сейчас просто, если официйное заявление, что я вам хочу. Я сейчас вызываю полицию, мы вот это все документируем. Почти, пожалуйста. А угрожайте по ним. Давайте вызовем полицию. Я не угрожаю, я просто... Вы хулигали или вы хулигали? Я подозреваю, противоправные... Вы не выполняете... А полиция, какие противоправные сейчас полиция? Они будут разбираться, до судов и следствия. К вам хочется. Да. Это ваше дело. Мы будем находить консенсус или не будем? То есть, я вам предложил поведомление дальше. Вы мне нормально ответить не можете, когда вы придете. Я вам уже ответила. Я вам предложил, даже на слово, воскресенье 23.55, неудобно. На основании чего? Я должна написать служебную на основании вашего заявления, и вам их могут и навыкнуть. Смотрите, это уже будет решать. В разе неможливости споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техники для проведення його періодичної повірки споживач не пізніше, ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, щоб підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації. І інший строк доступу до засобу вимірювальної техники споживач та виконавця згоджують, зокрема, шляхом обміну лист. Так, давайте перекиску затеєм. Ми сейчас вам напишемо любой рабочий день, любое рабочее время. Вы нам ответите, що я могу только в воскресенье. На основании вашего ответа я його понесу генеральному директору, он приказ напишет, приказ сотрудников, кого нужно ввести для проведення вот этих работ. Давайте поперекисли. Давайте. Ми ж с вами законы соберемо. Конечно. Или по понятиям не ввести. Зачем по понятиям? У нас с вами законы. Ну, вы ж по понятиям вроде как... Мы по понятиям. Ну, вы ж мне рассказывали, що я вам должен звонить, щоб пришел ваш сотрудник. Це ж не закон, це вам так хочется. Значит, ви хочете переписуватися? Конечно. Я хочу выполнить норму за все, на армию. Попереписывайте. Я не уверена, що це не потрясающе. Здравствуйте. Здравствуйте. Так тут, в принципі, все мирно. Просто вже достали телефону, звати милицію. Наверное, полицію. Полицію. В нашій нас власне полиція. Милиція облінер. А представьтесь, пожалуйста. Ну, це наша сотрудник. А це служба безопасности. Ну, так. Они тоже заинтересовались криками по внутренній камере. Криками? Да. Хорошо. Ну, так. Значит, на данный момент вы получаете от нас повідомлення. Так? Так? Мы пишем туда свою дату или вы сами. Мы пишем, да? Ну, вы ж должны меня просить. Мы вас попросим. А вы откажете? Ну, а вы уже дальше будете присылать письмо. Мы в весеннем вам присылаем заказные письма, да? Да. Рекомендованные письма. Можем заказные, можем сейчас. Рекомендованные. Я просто хочу рекомендованные письма. Хорошо. Хорошо. Значит, сегодня мы отправляем вам рекомендованное письмо. Вот это бумага, как я понимаю. Эту бумагу. Почитайте, если хотите. Я читал, тут ошибок, мама дорогая. Да? Надо будет еще раз вычитать. Вы еще хотите ее оставлять? Я не буду ее. Значит, если мы уже с вами начинаем работать, конкретно, конкретизируем по поверке вашей серии. Почему раньше не конкретизировали эту работу и переписку? Почему? А как, по-вашему, мы должны были еще больше конкретизировать? Уведомления мы вам приносили, в счетах мы вас уведомляли, да? В акте про взятия на облик лечебника все даты стоят, подвесить должны ваши быть. Вы знаете сроки поверки. Это ваша позиция. И правительство, так ли че у вас не порядок? Вы проконтролировали, вы выполнили. Проконтролировали, вы выполнили. Далее вы не сделали демонтаж, транспортирование, можливый ремонт и монтаж, что должен выполнить, выполнить надание послуг. Мы знаем, что вы должны. Значит, сейчас мы закончили на сегодня. Вопрос, секундочку. Вопрос следующий. Сегодня уходит письмо с уведомлением. Зачем счет будет проверка? Мы вам напишем. А вы сейчас не можете ответить? Нет. Почему? Это закрытый вопрос или открытый вопрос? Выражайся. Очень открытый. Я вам заявил открытый. Почему? Потому что на данный момент у нас... Зачем счет поверка сейчас происходит? Мы посмотрим, у вас, во-первых, прошел счетчик поверку или нет. Поверка сейчас не за наш счет происходит. Когда она проходила за наш, ой, как вы удивились. А за наш счет она на протяжении года проводилась. Я читаю нормативную документацию. Я вам действующие документы на сегодняшний день. Там изменений нет. Осталось закон, выконавцы, НКРЭКП. НКРЭКП Е правонаступникам НКРЭКП. Они нам надают, доводят до... Доводят. Еще раз спрашиваю. Постановы Кабмина. Они имеют более высшую юридическую силу, нежели какие-то указания НКРЭКП. Я думаю, что мы на данный момент с вами уже определились, что мы делаем дальше. Мы даем их лишь вам документованным листом. Сегодня. Сегодня же уйдет, рекомендованно сезон вам поведомлено. Да. Дальше, конечно. Что мы будем делать? Вы нам пишите... До судового попереджения. Мы досудово разглядаем вот эти все вещи. Да. Суде так в суде. Давайте так. Вы получаете поведомление. Мы получаем от вас ответ. Да? Дальше уже будем смотреть, как отвечать на сроки, на даты. Может, вы нам скажете, что в 12 часов ночи могу. Да. Могу. Имеем право. Имеете право. Вы же не будете ограничивать мои права. А мы вам будем отмечать. Ни в коем случае. Так вы уже ограничиваете. А вы наши. Я в вашей. Нет, я от вас требую просто, чтобы вы выполнили свою работу. Это обоюдная работа. Еще раз. На голову шеф. Где я с вами обо... Потому что ваш приборчик. И что? В вашей квартире стоит. И что? На вашей внутренней шефе. Я никогда не препятствую... Давайте доступ, мы перейдем в работу. Еще раз повторяю. Никогда не препятствую. Вы свою часть договора тоже выполняете. То есть вы считаете, что вот эта цифра является... На данный момент объективная. Объективная? На данный момент, да. Я вижу это в вашей учетной карточке. То есть вы считаете, что... После поверки счетчика, как я вам уже объяснила... Подождите, подождите еще раз. В этой цифре мы... Давайте еще раз оттолкнемся. В эту цифру вы доплюсовали водовидведение за горячую воду. Конечно. Потому что... А мы выполняем послуг. Циф водовидведение в полном обсе. По счетчикам горячей воды. По счетчикам горячей воды объемы... Вы немножко недочитали в законе, наверное, что-то. Потому что они выполнялись. Ведев его воды. А мы с водовидведения... Я отчитываюсь по счетчикам... По счетчикам горячей воды объемы... Кто будет поверять счетчик горячей воды? Теперь вы. Они тоже вывели это из поверки. А вы тоже выполняли. Начали мы на законодательство. Но вы их научите тоже. Они не хотят меня видеть. Просто мы это все решили после первой разъяснительной беседы. Они не имеют ко мне ни малейших претензий. Говорят, пусть будет этот счетчик неповеренным, а мы будем... Только чтобы больше не беседовать парень. Совершенно верно. Совершенно верно. Какие милые люди. Отличные. А мы беремся поделить. Там богдавское руководство осталось до сих пор. Да. Какая разница, какое руководство соблюдает законы? Да. Они есть, одни соблюдают, другие нет. Я считаю, что наше руководство знает и соблюдает законы. Серьезно. Значит, я думаю, что на данный момент все-таки исчерпано то, что мы с вами хотели обсуждать. Наша тема. Хорошо. Вы получаете... Будем встречаться в субъятном. Как сказать... Как сказать... Я понимаю, что это ваша основная деятельность. Нет, нет, нет. Моя основная деятельность у меня в своей работе вот так и больше, поверьте. Успехов вам, вашей работе. И вам тоже. В работе, в правильной. Да. А не в том, как вы хотите работать. Как вы работаете. Спасибо. Спасибо. Спасибо.